МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Людмила Татарова и Александр Рахленко. Сегодня 2 мая. Вы смотрите программу День веков хронограф. Обратимся к событиям, произошедшим в мировой истории в 20 веке. 2 мая 1915 года во время Первой мировой войны начался трехдневный горлицкий прорыв германско-австрийских войск против русского Юго-Западного фронта. Германское командование решило в 1915 году нанести России сокрушительный удар и заставить ее выйти из войны. Началом этого наступательного плана и явился как раз горлицкий прорыв. Атака германских войск была начата 2 мая в 6 часов утра, когда все артиллерийские орудия развели наибольшую скорость стрельбы. Она продолжалась 3 часа. После этого артиллерия замолкла, и начался огонь 70 минометов специально для разрушения окопов. В короткий срок русские окопы были сравнены с землей, а от проволочных заграждений остались какие-то лохмотья. Ровно в 10 часов на всем 35-километровом пространстве начался германский штурм русских позиций. На этот день тарану германского генерала Маккензина была дана скромная задача овладеть первой линией русских окопов. Он целиком выполнил ее. А в июне 1915 года германско-австрийские войска заняли Перемышль и Львов. Они вынудили русские войска с потерей 500 тысяч пленных и 344 орудий оставить Галицию. 2 мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей Германии Берлина. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и 2 мая полностью овладели столицей Германии Берлин. Берлинский гарнизон, оборонявший город во главе с начальником обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 2 мая к 9 часам вечера советскими войсками было взято в плен в Берлине более 70 тысяч немецких солдат и офицеров. В числе пленных были генералы для особых поручений при начальнике обороны Берлина генерал-лейтенант Курт Ветташ и генерал-лейтенант Вальтер Шмидт Данкварт, представитель ставки вице-адмирал Фосс, начальник штаба обороны Берлина полковник Ганс Рехиор, начальник штаба 56-го немецкого танкового корпуса полковник Теодор фон Диффинг. Были взяты также в плен первый заместитель Геббельса по пропаганде и печати доктор философии и истории Фричи, руководитель печати доктор философии и истории Клянс, правительственный советник доктор философии и истории Хайнрихсдорф. Фричи при допросе показал, что Гитлер, Геббельс и вновь назначенный начальник генерального штаба генерал пехоты Крэпс покончили жизнь самоубийством. 2 мая 1982 года в ходе Фолклендской войны британская атомная подводная лодка потопила аргентинский крейсер «Генерал Бельграно». Крейсер «Генерал Бельграно» входил в состав аргентинской оперативной группы, которая 26 апреля 1982 года вышла из порта Ушуайя навстречу приближавшемуся к Фолклендам британскому флоту. 30 апреля группировка была обнаружена британской атомной подводной лодкой «Конкерор», совершавшей патрулирование в районе островов. Подводная лодка приблизилась к аргентинской группировке, продолжая оставаться незамеченной. На этот момент аргентинские корабли находились за пределами 200-мильной военной зоны, объявленной Великобританией. Было сделано официальное заявление о том, что любой аргентинский корабль в этой зоне будет потоплен. Таким образом, группировка во главе с крейсером генерал Бельграно не могла быть атакована в рамках установленных британским правительством критериев на применение оружия. Несмотря на это, британцы сочли группировку, представляющую угрозу для своего флота. После консультации с министрами своего кабинета Маргарет Тэтчер лично отдала распоряжение об атаке кораблей противника. 2 мая 1982 года в 15 часов 57 минут субмарина «Конкерор» произвела залп тремя торпедами, две из которых попали в генерал Бельграно. Считается, что основная часть смертей членов экипажа произошла в результате взрыва одной из торпед. Пожара не возникло, однако крейсер был обесточен. В 16 часов 24 минуты аргентинский капитан отдал приказ экипажу покинуть корабль. При потоплении крейсера генерал Бельграно погибло 323 человека, что составляет около половины всех людских потерь Аргентины в фолклендской войне. Британская пресса сообщала о потоплении генерал Бельграно как о первой крупной победе британских сил в начавшейся войне. В Аргентине это событие вызвало шок. После трагедии 2 мая аргентинский флот фактически был выведен из войны в связи с опасениями новых потерь. Многие наблюдатели подвергли Великобританию критике за то, что крейсер был потоплен за пределами 200-мильной зоны, объявленной ими самими, и которая сама по себе, вероятно, была нарушением международных правовых норм ведения военных действий на море. Потопление крейсера генерал Бельграно было первым потоплением надводного корабля атомной подводной лодкой. Сегодня 2 мая. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день в разные времена родились многие замечательные люди, которые приобрели мировую известность в области науки и культуры. 2 мая 1900 года в Иркутске родился Николай Охлопков, будущий актер и режиссер. Он окончил кадетский корпус, учился в школе живописи, ваянии и изочества и одновременно занимался в консерватории по классу виолончели. В 1917 году Николай поступил в Иркутский театр как мебельщик-декоратор. В следующем году стал актером этого театра. В 1921 году Охлопков поставил на городской площади Иркутска массовое действие в честь 1 мая с участием войск. В 1922 году в Иркутском молодом театре поставил «Мистерию буф» Маяковского, после чего был послан учиться в Москву. Охлопков стал актером театра Всеволода Мирхольда, одновременно продолжал учиться в государственных экспериментальных театральных мастерских. С 1930 по 1937 год Николай Павлович возглавлял реалистический театр в Москве. Затем был режиссером и актером театра имени Вахтангова. С 1943 года Охлопков главный режиссер Московского театра революции, ныне Московский академический театр имени Маяковского. Героико-патетическая направленность, публицистичность и эмоциональность искусства Николая Охлопкова проявились с особой силой в спектаклях периода Великой Отечественной войны. В это время были поставлены фельдмаршал Кутузов Соловьева и Серано де Бержера Крастана в театре имени Вахтангова, а также сыновья трех рек Гусева в Московском театре драмы. Выдающаяся работа Охлопкова в театре это спектакль «Молодая гвардия», поставленный в 1947 году под наименной пьесе Александра Фадеева. Принцип поэтического раскрытия, содержания произведения нашел здесь выражение во всем образном строе постановки. С живыми характерами героев здесь органично слит образ алого знамени, выражающий героическую духовную силу человека. Важным этапом в развитии дарования Охлопкова был спектакль «Гамлет», поставленный им в 1954 году. В нем режиссер раскрыл философскую суть театра Шекспира. «Гамлет» в трактовке Охлопкова «Героическая трагедия». Пафос спектакля «Моральная победа гамлетовского мятежа над косностью мира тюрьмы». Также Охлопков занимался педагогической деятельностью, преподавал в ГИТИСе. Большую известность Охлопкову принесли и фильмы. Это «Ленин в октябре», «Ленин в 1918 году», «Александр Невский», где он исполнил ведущие роли. На этом мы не прощаемся с вами. Смотрите продолжение нашей программы «День веков. Хронограф». До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok